В эфире Петровка 38 в студии Александр Белогоров. Здравствуйте. В Подмосковье ликвидирована крупная нарколаборатория, которая принадлежала членам международной банды. Планы у наркобаронов были масштабны. Обогащаться они планировали за счет наркозависимых по всей стране. Производство работало по всем правилам. К изготовлению запрещенных веществ привлекались только профессиональные химики. Оборудованием могли бы позавидовать крупнейшие фармацетические заводы. Максим Ларин о последнем несуществовании криминального бизнеса. Этот дом в Волоколамском районе Подмосковья лишь на первый взгляд кажется обычным загородным жильем для любителей размеренной жизни. Но за красивым фасадом нет и намека на уют. От посторонних глаз спрятана нарколаборатория. Респираторы были просто необходимы тем, кто круглосуточно варил здесь мифедрон. Ведь его изготовление это сложная цепочка химических реакций. И как выяснилось в этом загородном доме был налажен полный цикл производства. Занимались этим не любители, а настоящие профессионалы. В ходе обыска из лаборатории изъято около 165 килограммов наркотического средства мифедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз запрещенного вещества на общую сумму около 300 миллионов рублей. Речь идет о крупных оптовых партиях. Вот те самые химические реакторы, с помощью которых можно было производить полтонны синтетических наркотиков в месяц. Полученный мифедрон злоумышленники планировали сбывать по всей России. И схема, в отличие от производства, была проста. В разных городах курьеры должны были просто делать закладки. Как выяснили правоохранители, производство в Подмосковье и последующий сбыт наладила международная группировка, членами которой были россияне и выходцы из стран ближнего зарубежья. Этот человек оказался в наручниках по подозрению в хранении мифедрона в особо крупном размере с целью сбыта. Наркотические средства изготавливали? Да. Изготавливали один или в составе группы? В составе группы. Вину свою признаете? Да. Сейчас оперативники устанавливают всех участников банды и ее организаторов. Отвечать злоумышленники будут по статье «Незаконное производство избыт наркотиков» в особо крупном размере. Санкция по ней вплоть до пожизненного лишения свободы. Максим Ларин, Петровка, 38. Столичные сыщики вычислили и задержали воровку гастролершу из Твери. Последний ее визит в столицу лишил 90-летнюю москвичку всех сбережений. Злоумышленница позвонила старушке по телефону, представилась соцработницей и убедила в том, что скоро в стране появятся новые деньги. Пенсионерка поверила. А вот что было дальше в репортаже Марселина Ургатина. Из машины выходит женщина. Приехала она из Твери и поездка в Москву вряд ли стала для нее приятным путешествием. Пассажирка задержана за кражу. Сопровождает ее оперативник, а ведут подозреваемую на допрос. Для задержанной это действительно оказалось так же просто, как она об этом рассказывает. Жертвой она выбрала 90-летнюю пенсионерку. Бабушка в одночасье лишилась всех накоплений. В полицию обратилась 90-летняя жительница столицы. Она сообщила, что ей позвонила женщина, которая представилась управляющей социальной службой. Она сказала пенсионерке, что нужно срочно обменять старые деньги на новые. Поверив в мнимой сотруднице, потерпевшая пустила женщину в свою квартиру на улице Теплый Стан. А дальше злоумышленница с пенсионеркой не церемонилась. Никакого изощренного плана, чтобы обмануть потерпевшую, у задержанной не было и в помине. Злоумышленница пришла в квартиру с пустыми руками. Она не собиралась подсовывать бабушке фальшивки или обещать произвести обмен позже. Подозреваемая просто увидела заранее приготовленные деньги, дождалась, когда хозяйка квартиры отвлечется, схватила купюры и убежала. Сумма ущерба 2 миллиона рублей. Полицейские вычислили аферистку и пришли к ней с обыском. Это та самая куртка, в которой воровка наведалась к потерпевшей. А это телефоны, с которых предположительно звонила задержанная. А вот украденных денег стражи порядка не нашли. Женщина рассказала, что их она успела потратить и очень раскаивается. Но, как известно, Москва слезам не верит. О судимости в воровке рецидивистки говорят сами за себя. Последний срок она отбывала за мошенничество. Есть в ее послужном списке и кража. А теперь за кражу в особо крупном размере ей грозит до 10 лет тюрьмы. Марсель Нургатин, Денис Бушуев, Сергей Емельянов, Иван Перминов, Петровка, 38. Как взять в долг, потерять друга и автомобиль? На себе прочувствовал житель подмосковного Сергиева Посада. Мужчина занял денег у приятеля, а когда пришло время их возвращать, то ли не захотел платить по счетам, то ли попросту забыл о долге. Однако о нем не забыл друг, который выручил. Кредитор во что бы то ни стало решил восстановить справедливость и пошел на преступление. Кузов и колеса – это все, что осталось от автомобиля Александра. Несколько дней назад он припарковал машину на одной из улиц Сергиева Посада, а когда вернулся, обнаружил – на парковке автомобиля нет. Александр пошел в полицию. Выяснилось, что его машину угнали и сдали на металлолом. Сумма ущерба – 50 тысяч рублей. Как машина попала в пункт приема металлолома, рассказали его работники. Мужчина пришел, объяснил ситуацию, что машина, документы у нее аннулированы, она им не нужна, и они решили ее сдать. Оценили ее в 30 тысяч рублей. Полицейские стали искать того самого мужчину, который пригнал автомобиль. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Злоумышленник пояснил, что похитил автомашину у своего знакомого, который ранее занимал в долг у него 3000 рублей и не возвращал их в течение длительного времени. Когда хозяину рассказали, кто угнал его машину, он был очень удивлен. С этим человеком потерпевший время от времени работал и даже считал его своим товарищем. Как нашли машину? Как вообще ее выбирали? Мы с ним ее оставили. Я с ним ехал, он там такохал, и через две недели тут уже и забрал. То есть это ваш товарищ? Да. Он вам должен был денег? Да. А денег сколько вам должен был быть? 3000. А вы получили 30? Да. Обмен получился явно неравноценный. Теперь задержанный будет отвечать перед законом. По статье кража возбуждено уголовное дело. Анна Ткаченко, Любовь Фомичева, Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. Героин, кокаин, марихуана, гашиш и так называемая синтетика свыше полутора килограммов наркотиков изъяли столичные полицейские на минувшей неделе. В наручниках более 70 человек. Стражи порядка возбудили почти 80 уголовных дел за хранение и сбыт запрещенных веществ. 27 человек попали в больницу с диагнозом отравления наркотиками. 7 из них скончались. 27-летний гость столицы зашел в чужой подъезд в Новой Москве вместе с местными жителями и украл с лестничной площадки велосипед. Похищенный транспорт молодой человек впоследствии продал. Как выяснили полицейские, злоумышленник причастен как минимум к трем таким кражам. Возбуждено уголовное дело. В столичном районе Кузьминки 22-летний молодой человек и его 26-летняя спутница проникли в дом, в котором шли отделочные работы и похитили оттуда строительные инструменты на 80 тысяч рублей. Парочку полицейские задержали. За кражу молодым людям грозят реальные сроки за решеткой. Вино вместо бензина в топливных баках пытались незаконно ввести в Россию из Грузии. Таможенники Дагестана и Северной Осетии задержали два грузовых автомобиля, в одном из которых перевозили партию яблок, в другом лимонад. Из бензобаков обеих машин изъято более 1200 литров красного вина. Алкоголь отправлен на экспертизу, владельцам товара грозят крупные штрафы. Мощный снегопад обрушился на Москву в конце этой недели. Он привел к весьма неутешительным последствиям. Снежный занос и гололедица привели к увеличению числа мелких дорожных происшествий и нештатных ситуаций на городских магистралях. Работы прибавилось не только у сотрудников коммунальных служб, но и у инспекторов ГИБДД. Полицейские не просто контролируют дорожную ситуацию, но и спешат на помощь попавшим в неприятную историю автомобилистам и пешеходам. Замерзнуть в такую погоду инспекторам столичной ГИБДД точно не грозит. Полицейским некогда стоять на месте. Помимо основной работы, контроль за дорожной обстановкой, они усиленно помогают автовладельцам. Таких любительских видео от благодарных водителей десятки. Нештатные дорожные ситуации происходили в каждом округе Москвы. Нигде полицейские не остались равнодушными. Инспекторы помогали заводить и толкать машины, а также оперативно убирали сломавшиеся автомобили с проезжей части. Это запад Москвы. У инспекторов округа нетипичная задача. Они помогают добраться до больницы пешеходу на костылях. Дождаться автобуса или вызвать такси в такую погоду проблема. Стражи порядка переводят парня через дорогу, а затем останавливают для него такси. Спасибо большое за помощь. Вы вперед? Назад. 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 В дни непогоды сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Полицейские готовы оказать всестороннюю помощь автомобилистам и пешеходам. Учитывая складывающиеся погодные условия, ГИБДД города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой. Быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, срого выполнять предписание дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. Также инспекторы советуют тщательно осматривать автомобиль перед поездкой. В первую очередь особое внимание стоит обратить на исправность тормозной системы, на лечение замерзающей жидкости и работу световых приборов. В ближайшие два дня снегопад продолжится. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Кроме того, непогода будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду. А это значит, ситуация может только усугубиться. В эти дни важно не забывать, что комфорт и безопасность на дороге зависят не только от работы коммунальных и экстренных служб, но и от правильных действий водителей и пешеходов. Елена Бабаева, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. Полицейского, который спас женщину из горящей квартиры, перевели из реанимации в общую палату. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Загеройский поступок старшего сержанта Максима Кравченко поблагодарил руководитель полиции северного округа Москвы и пожелал ему скорейшего выздоровления. Репортаж Дениса Бушуева. Патрульный Максим Кравченко по видеосвязи показывает свои забинтованные, обгоревшие руки. Тот исключительный случай, когда полицейский перед руководством не по форме. Его только перевели из реанимации в ожоговое отделение, а ему уже не терпится увидеть родных и скорее вернуться на службу. Врачи переживают, что он был еще в легких, чтобы пневмония из этого не развилась, поэтому не пускай дома. Как только появилась возможность связаться со своим подчиненным, начальник УВД по северному округу Алексей Ионов тут же решил лично поблагодарить старшего сержанта Кравченко за проявленное мужество, а также сообщить приятную новость. Руководство МВД, министр внутренних дел Российской Федерации приняли решение представить тебя в государственной награде от себя лично, от начальника московского главка. Еще раз слова благодарности. Ждем возвращения тебя в строй. разговаривал с твоим напарником. Он уже скучает. Маршрут патрулирования ждет. Спасибо еще раз от всех сотрудников, от граждан. Ну а сам Максим вспоминает. Решение принял моментально, а дальше упавал на удачу. Везение мне помогло. Просто повезло. И действительно, когда смотришь на эти обугленные балконы, закопченые стены и обгоревшую дверь, кажется, что внутри выжить было невозможно. Квартира загорелась на четвертом этаже. Патрульные Максим Кравченко и Владимир Скопцов первыми оказались на месте происшествия. Открыли дверь, а тут уже стена. Я дыхнул, глаза плачут, нос течет и дышать нечем. Попасть в эпицентр пожара через коридор уже было невозможно. В этот момент полицейские услышали с балкона горящие квартиры крики о помощи. Единственное место, откуда с огромным риском для жизни, но хоть как-то можно попытаться добраться до женщины, зовущей на помощь. Холодно, ветер, скользкий карниз, кирпичная стена. Казалось бы, непреодолимое препятствие. А вниз лучше не смотреть. Патрульный Максим Кравченко принимает решение во что бы то ни стало попасть на объятый огнем балкон. За происходящим замиранием сердца наблюдали жильцы, которые успели выбежать из дома. Перелез через балкон. Женщина стояла где-то метр-полтора от левого края балкона, может даже два метра. В шоковом состоянии самостоятельно пострадавшая не могла перелезть через перила. Полицейский перетянул ее к себе на внешнюю сторону балкона. У пострадавших совсем не было сил. Женщина теряла сознание. Полицейский принял решение спрыгнуть в сугроб. Сейчас Максим Кравченко уже идет на поправку. Спасенная им женщина пока в реанимации. А вот ее супруг погиб в пожаре. Денис Бушуев, Сергей Емельянов и Евгений Ильин. Петровка, 38. А у меня на этом все. До встречи.